Пересечение проспекта Кирова и улицы Нагорной. Всю неделю водители здесь приостанавливались на светофоре «Моргал Желтый». Специально, говорят полицейские, чтобы люди привыкли, теперь здесь есть светофор. Сейчас он работает в тестовом режиме. 70 секунд горит зеленый по Нагорной и 90 секунд по проспекту Кирова. Пока сейчас 90 секунд. В общем-то мы можем добавить и более, но есть такое понятие, как порог ожидания водителя. То есть водитель, ожидающий разрешающий сигнал светофора более 70 секунд, у него срабатывает инстинкт, он начинает нервничать, начинает преждевременное движение. Чтобы это исключить, режимы просчитываются. Светофор на этом перекрестке нужен был давно. Вокруг многоэтажной новостройки пешеходов становится все больше. Да и автомобильный поток не уменьшается. Хорошо, что поставили. Удобно выезжать стало. И пешеходам удобнее ходить. Светофор всегда задерживает автодвижение, говорят специалисты. А на проспекте Кирова и так сплошной поток. И дополнительный светофор составлял бы лишнюю преграду. Но и необходимость его тоже очевидна. Соломоново решение пришло само собой. Пришлось выбирать такой лояльный вариант, компромисс, чтобы и светофор был, и все-таки транспорт не сильно задерживать. Поэтому при движении в направлении от площади Кирова к Московскому шоссе, вот там предусмотрели две дополнительные секции сразу. Направо и налево. Эти секции будут включены вместе с красным сигналом. Потому что на самом деле с Кирова повернуть налево на Нагорный очень тяжело, потому что навстречу сплошной поток. Именно из-за этого пришлось отказаться от одного пешеходного перехода через проспект Кирова. Зебры есть только на одной стороне Нагорной. На другой для пешеходов всегда красный свет. Об этом говорят дорожные знаки и ограждения, которые не выпускают пешеходов на проезжую часть. Марина Матвеевшина, Владислав Манин, ГИС События.